Усман, прошло 11 месяцев с твоего последнего боя. Какие у тебя эмоции перед возвращением в клетку? Да, это было тяжелое время. Я так скучал по клетке. Я люблю соревноваться и рад вернуться. Тебя отменил с собой в Париже, а до этого была дисквалификация. Я не хочу слишком много говорить про дисквалификацию, потому что это уже в прошлом, и ты уже делал заявление по этому поводу. Но можешь ли ты назвать препарат, который у тебя нашли? Потому что люди не совсем разобрались в этой истории. Я знаю, что за препарат, но у нас договор с Афритической комиссией Калифорнии, по которому я не могу раскрывать это в медиа или где-то еще. Но это медицинский препарат. Если бы это был стероид, они бы это огласили и дали бы мне больше срок дисквалификации. Год или два. У нас есть примеры других ребят. Это медицинский препарат. Ничего особенного. Сейчас все нормально. Не так давно Исламу Махачеву дали специальную куртку за проведение чистых допинг-тестов. Много лет назад у него тоже была подобная ситуация. Он говорил, что это ошибка и что люди не должны думать, что он обманщик. Как ты думаешь, будут ли люди также думать о твоей ситуации? Я не знаю, потому что люди, которые проверяют на допинг в UFC, делают это на протяжении многих лет. Беллатор такого нет. была ситуация со мной, но других подобных раньше я не видел. Вообще, если честно, мне все равно. Я ничего не делал, я знаю, кто я такой. Я никогда не употреблял стероид или что-то подобное. Люди говорят об этом, потому что они не могут нас победить и должны что-то говорить. Типа, эти парни употребляют допинг. Вы можете говорить все что угодно, но кому есть до этого дело? Твой бой с Шабли, он должен был стать финалом Гран-при с миллионом долларов на кону. Но теперь все изменилось, потому что Беллатор и ПФЛ объединились. Да, некоторые вещи поменялись. Но у нас по-прежнему есть бой чемпиона с другим парнем. 7 сентября все увидим. К этому бой ты прошел два тренировочных лагеря. Насколько хорошо ты знаешь навыки Шабли? Я с ним никогда не тренировался. Нет, я к тому, что вы должны были драться в Париже, а потом уже бой перенесли, и у тебя было два тренировочных лагеря. Что касается боя в Париже, я сделал все, что мог. Не знаю, коронавирус это или нет, но у меня были проблемы с легкими. Как будут легкие? Можно я рассказать России? Да. Да. У меня были проблемы после того, как у нас был Рамадан месяц, и после Рамадана месяца я весь месяц тоже тренировался, но было такое, что он не мог восстановиться никак. Я заболел, и я тренировался, тренировался, заболел, обратно пытался вернуться. Как только возвращался, заново болел, потому что организму нужно было, оказывается, нормально отдых дать, чтобы она восстановилась. А у меня не было времени, чтобы давать отдых своему организму, и поэтому я пытался до последнего сделать все, что в моих силах, но получилось, что получилось. И как бы то ни было, как бы люди не говорили, и что бы они ни говорили, седьмой сентабра впереди, и уже вся тяжелая работа тоже позади, осталась весогонка, и уже скоро, иншалла, зайдем в эту клетку, чтобы оставить все точки. Как долго длился твой лагерь в Калифорнии и в ЭК? Весь август. Что для тебя значит тренироваться в этом зале с ребятами и с Хавьером Мендесом? Мне нравится это место до Сан-Диего, где мы будем драться. Можно долететь за один час. В Сан-Диего и Сан-Хосе одинаковая погода. Это хорошее место для тренировок, очень хорошие люди вокруг. Хавьер Мендес, Хабиб, мои братья, все здесь, всем мне помогают. Я готов. Кто будет у тебя в углу? Хабиб, Хавьер Мендес, Умар и посмотрим кто-то еще. Махачев будет в углу? Возможно. Что думаешь о возвращении Хабиба? Он брал паузу, но после этого секундировал Махачева и Умара, а теперь будет у тебя углу. Знаете, он всегда был рядом с нами. Когда мы дрались, он смотрел бой между раундами, звонил угловым и говорил им, что нужно делать в поединке. Люди думают, что он ушел и даже перестал говорить про бои, но он всегда все контролировал. Он просто взял время, чтобы провести время с семьей и насладиться им. Сейчас он с нами и я счастлив. Надеюсь, он наденет на меня чемпионский поиск, когда я выиграю этот бой. Этот бой спадывается хорошо для вашей команды. Махачев защитил пояс, Умар победил Сенхагена. Ты вдохновляешься, когда смотришь в бои своих ребят? Да, конечно. Я просто хочу продолжить эту линию и победить 7 сентября. Как думаешь, Умар получит бой с победителем Пару Мэли-Двалишвили в этом году? Не знаю, в этом году или нет, но Умар – главный претендент на пояс. Мираб – это первый номер рейтинга, а Умар – второй. Я надеюсь, что после этого боя Умар будет драться за пояс. Да, я тоже думаю, что он заслужил. Его бой с Сенхагеном был отличным. Да, он побил крепкого парня, причем в каждом из пяти раундов. Он показал, почему люди должны в него верить. Ты очень скромный парень. Мы видим, насколько хороши Махачи в Сенхагене, но Даниэль Камье говорит, что именно ты лучший. Как относишься к его словам? На самом деле, ничего особенного. Конечно, когда он говорит что-то хорошее про меня, это делает меня немного счастливее. Но я хочу оставаться скромным. Были ли у тебя проблемы из-за того, что ты запрыгнул в клетку отпраздновать с Махачевым победу над Парией? Я помню это, но не помню момент, когда я запрыгнул в клетку. Я сидел там в пресс-служии и видел, что ты обрадовался, а потом как по щелчку пальцев оказался в клетке. Это было очень быстро. Я не знаю. Честно говоря, не особо помню этот момент. Бой Ислама с Дастиным был очень тяжелым. Я думал, что для Ислама поединок будет легче, но Парией жесткий. Я смотрел этот бой и просто не мог сдерживаться. Поэтому, когда Ислама душила Парией, я не мог себя контролировать и прыгнул. Каким ты видишь свое будущее и Беллатур? Бой пройдет, а дальше ты собираешься защищать пояс или драться в ПФЛ? Какой у тебя план? Если честно, не знаю. Я не заглядываю так далеко вперед. Но мне нравится Беллатур, нравятся сотрудники и все, кто дал мне эти возможности. Хочу сказать всем спасибо. Мне нравится быть Беллатур. Не знаю, что будет дальше. Сейчас у меня одна цель – защитить пояс. Дальше посмотрим. Как думаешь, кто больше всех заслуживает драться с победителем вашего боя? Думаю, это Эйджи Маки, если он будет здоров и готов. Маки будет драться с Полом Хьюзом в Саудовской Аравии в октябре. Может быть, победитель этого боя выйдет на победителя вашего? У Маки бой? Да, в Саудовской Аравии в Карди ПФЛ, где будут драться Фрэнси Фанган и Ренан Феррер. Маки будет драться с Полом Хьюзом. Маки – жесткий парень. Я думаю, он победит. Поэтому дальше бой Маки против Усмана Нурмагомеда. Из-за долгой паузы ты бы хотел подраться как можно быстрее после следующего боя и успеть выйти в клетку Дармадан? Да, почему нет? У меня есть время. Будет здорово, если они сделают бой. И последний вопрос. Какой у тебя прогноз на бой с Шаблием? Как ты собираешься ждать? Я думаю, что буду избивать этого парня на протяжении всех пяти раундов. Вы увидите. Да. Вы увидите. Редактор субтитров А.Семкин